Насвайная тема заслуживает того, чтобы о ней поговорить. Эта дрянь, распространенная в Средней Азии, обладает определенным эффектом при разжевывании. Характерные признаки – некоторое расслабление и помутнение в глазах. При употреблении насвая и далее не избежать расстройства желудка и появления волдырей на губах. Если и после этого потребитель не остановится, то последствия могут быть самыми тяжелыми. Так, онкологи Среднеазиатского региона утверждают, 80% людей, страдающих раковыми заболеваниями губ, языка или гортани, употребляют насвай. Так что по своему зловредному воздействию на организм он оставляет далеко позади даже самые злые табачные изделия. Более того, полицейская статистика заключает, что, как правило, любители пожевать эту смесь махры, гашеной извести, золы и куриного помета впоследствии, что называется, пересаживаются на тяжелые наркотики. Сейчас вы видите, как полицейские досматривают торговую точку на рынке в московском округе Рязани. Здесь и велась подпольная торговля на сваям. Это зелье главным образом берут школьники и подростки. Причина – дешево и сердито. Так что продавцы дряни сознательно завозили свой товар, делая ставку на юных покупателей. Для удобства молоденьких несмышленышей на сваи фасовали по порционным пакетикам. В общей сложности недобрые люди приготовили для рязанских детей свыше 500 доз опасной дряни. Гражданин, осуществлявший данные действия, уроженец Таджикистана, но проживал на территории Рязанской области. В настоящий момент по данному факту проводится проверка и в ходе нее по окончанию будет принято судебное решение.